К нам приехал народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Молодость Енисея» Дворца культуры имени Первого Мая. Между прочим, они будут танцевать цыганский танец, который называется «Шатер». Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, это народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Молодость Енисея». Вот они действительно молодые, прекрасные, задорные, все еще в образе вот в этом, ай, ромалы гуляют черноголовые. А я представляю, собственно, художественный руководитель, заслуженный работник культуры России Александр Зуев. Нет? Павел Яковлев у нас, куратор проекта «Мастерская сибирского танца». Прекрасно, зато балетмейстер Татьяна Пополосна. Здравствуйте. Вот здесь мы няши, здесь меня ши. Павел, Татьяна, вот у вас такой прекрасный коллектив. Скажите, вот «Мастерская сибирского танца», я так понимаю, играет вот здесь не последнюю роль. Что это для вас? Поподробнее расскажите. Вы знаете, если бы можно было бы сказать в двух словах, то я бы, наверное, сказала, что это объединение и, конечно же, опыт. Ведь собралось пять сильных народных ансамблей, проведена колоссальная работа. И то есть для нас это как глоток воздуха, я бы так сказала. И когда мы приняли приглашение поучаствовать в этом большом проекте, мы с удовольствием согласились, конечно. Павел, вот вы все-таки представляете коллектив, так скажем, который является одним из брендов. Вот сценок «Мастерского края», солистка «Мастерская муниципальная ассамбля танца «Енисейские зори». С точки зрения вашего опыта, молодость «Енисея» насколько в молодежной лиге? Или им уже пора осваивать профессиональные горизонты? Ну, правильно сказали, на самом деле молодость «Енисея», они танцуют на очень высоком уровне. И я считаю, что это было самое приятное знакомство с этим коллективом. Спасибо. И они мне настолько понравились, что я даже попросил, у меня с моего коллектива две выпускницы, я говорю, возьмите их себе в коллектив. Мы взяли. Они мне не отказали. Вот. То получили колоссальный опыт, да, может быть, что-то почерпнули, точнее, ну, вы-то понятно поделились опытом, может быть, вот какие моменты почерпнули открытия, может быть, какие-то сделали? Ну, смотрите, во-первых, опять же повторюсь, так как это опыт объединения всех ансамблей, в каждый ансамбль приезжали кураторы, они давали новую лексику. Люди, дети, воспитанники наши учили эту лексику, для них это новые какие-то знакомства, это, конечно же, просто бесценно. Татьяна, смотрите, ну, вот мы с Мариной люди гражданские, ну, что для нас танцы? Ну, там, может быть, и то два года назад какие-то там... Вот это вот, и вот. Понятно, но мне кажется, вот, что касается народного танца, ну, вот эта история настолько уже совершенна, здесь сложно что-то новое сказать, все приемы изучены. Но, тем не менее, вот благодаря взаимодействию с прославленным коллективом нашлись какие-то места для обмена чего-то, какие-то новые, я не знаю, приемы, новые формы выражения себя в танце. Что-то такое появилось у вас в арсенале? Ну, конечно, новая лексика, когда воспитанники наши учат новую лексику других ансамблей, это, конечно же, это супер, ты нигде этого не возьмешь. То есть это настолько... То есть взяли вдохновение для новых номеров? Конечно. Что у нас в перспективе? Есть ли в двух словах что-то готовится к выпуску, какие-то новые интересные решения? Ну, у нас, получается, галоконцерт, это мастерская сибирского танца, да, и у нас в ансамбле «Молодость Несея» скоро начается юбилей. А-а-а! Зовите в гости. Зовите нас, мы вам все расскажем. Слушайте, с удовольствием, конечно, приходите. Конечно, да, спасибо вам большое, мы сегодня говорим о счастье, у вас. Ну, отличные, счастливые лица, что не скажешь о нас с Алексеем, конечно. Но танец поистине заряжает счастьем. Конечно, это же искусство, а искусство вдохновляет только на хорошее, только на хорошее. Еще раз напомню, народный самодеятельный коллектив ансамбля танца «Молодость Енисея» дворца культуры имени 1-го мая. Павел Яковлев, куратор проекта «Мастерская сибирского танца», солист Красноярского муниципального ансамбля «Енисейский зори». И вот Татьяна Попова, такая молодая, уже болидмейстер, что, конечно, прекрасно.